Добрый вечер. На щелкосом телевидении диалог о православии мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону прямого эфира священника Русской Православной Церкви, настоятельника Беликовского монастыря, благочинного монастыря Балашинской епархии, Гумену Евмению. Отец Мини, добрый вечер. Добрый вечер. Да, все, готовимся мы к вступлению в Великий пост, который уже вот-вот начнется, 18 марта. Каждая неделя теперь посвящена таким определенным событиям. В грядущее воскресенье нам православная церковь будет напоминать о страшном суде, который хотят люди, не хотят, каждому из нас предстоит. Вот предлагаю сегодня поговорить на эту тему. Действительно, мы, живя в этом мире, как-то к нему привыкаем, приспосабливаемся, какие-то привычки приобретаем в этом мире. Но во всем этом есть и такая опасность как бы замыливания взгляда, потому что мы по неволе думаем, что так оно и будет всегда в вечности. Вот так вот, вот эти наши события, наша суета, наши какие-то проблемы. На самом деле все не так, все здесь очень быстро заканчивается. Ну, царь Давид еще описал 3000 лет назад, что человек живет 70, от силы 80 лет, потом кончина. Поэтому здесь надо быть реалистами и не забывать, что мы еще должны в своей, так сказать, программе жизненной учесть еще один пунктик. Это нашу смерть и переход в другое измерение, в вечность переход. Где будет сначала частный суд, это на мотарствах, мы сначала частично отвечаем за то, что мы сделали в своей жизни. То есть в момент кончины отделяется душа от тела. Да, и в этот момент каждая душа дает ответ, восходя по мотарствам. Она должна предстать пред Господом. А ангелы, да, сопровождают? Да, ангела ей помогают в этом. Ангел-хранитель и ангел-сопровождающий душу с двух сторон. Они душу сопровождают к престолу Божьему для поклонения. И на этой дороге, на небо, им мешают бесы, которые предъявляют также к душе претензии, говоря, что вот она здесь согрешила, она здесь согрешила, то есть отдайте ее нам, потому что она не ваша, она наша. И вот этот спор между ангелами и бесами, он сопровождается предоставлением различных дел. То есть со стороны бесов, естественно, злые дела, которые они за нами записывали всю жизнь, предоставляются. А со стороны ангелов предоставляются добрые дела, свиток так называемый, с добрыми делами. И то, что вот на этот промежуток времени, то есть за жизнь человек накопил, доброго и злого все взвешивается. И в зависимости от того, чего больше, туда душа и приходит. Либо это действительно пред престолом Божиим душа предстает, и там поклоняется Творцу своему и всей Вселенной. Либо душа опускается в ад, и уже там находится до какого-то момента. Либо до момента, пока ее не вымолят живущие на земле, родственники, близкие, церковь. Либо так она в аду и дожидается страшного суда, уже второго, последнего и окончательного суда над всем человечеством, который уже предрекает ее существование дальнейшее в аду, но уже в вечности. Не в том периоде времени до страшного суда. Он все равно длительный или короткий, но он все равно конечный период. А вот после страшного суда уже бесконечность ждет человечество. И в этой бесконечности мы сейчас как раз выбираем свое место. Об этом надо не забывать в планировании своей жизни. Наверное, поэтому сейчас в субботу выближаешь поминовение усопших, чтобы мы не забывали, наверное, об этой участии. Ну, действительно, мы всегда, ну, как часто принято в разговорах мирских, когда кто-то говорит о умерших или о смерти начинает говорить, то его сразу стараются прервать и говорить, ну, давайте не будем о плохом, давайте о хорошем. То есть страх перед смертью, о котором напоминает тот же умерший человек или какие-то события из жизни другого, который вот шел там на работу или в магазин и вот внезапно скончался. То есть этот страх перед смертью дает возможность человеку собраться с мыслями, осознать, как он живет и, может быть, пересмотреть какие-то позиции своей жизненной, так сказать, цели жизни. И здесь то, что родительская, Великородительская суббота будет перед началом поста, это тоже польза душе, подготавливающаяся к посту. То есть это как бы такая стимуляция с точки зрения напоминания о смерти, напоминания о умерших родственниках, о их судьбе, напоминания. Через которые душа, живущая на земле, делает выводы, учится на чужих ошибках, не на своих, и как-то корректирует свою жизнь, надеюсь. Ну и кроме того, конечно же, перед Великим постом надо еще раз помолиться о всех наших умерших родственниках. Это как бы вторая цель родительской субботы, чтобы они молились за нас и там, и таким образом помогали нам здесь пройти Великий пост достойно. И Великим постом, наверное, реже, да, совершаются там панихиды, литени? Здесь еще один нюанс, который связан с особенностями богослужебной практики во время Великого поста, что в течение всех дней недели, только суббота и воскресенье, вынимают частички о упокоении и о здравии. В течение всей недели частички не вынимаются, потому что нет литургии Иоанна Златоуства и Василия Великого. Эти литургии служатся в субботу и воскресенье. А литургия прежде священных даров, которые в среду и пятницу служат во время Великого поста, она не имеет возможности частички омывать кровью Христовой, потому что там причащают людей запасными дарами. То есть дары, которые заготавливаются в воскресной службе Василия Великого, они остаются на престоле в течение всей недели, и их берут уже, ну, они сухие, то есть там нету крови Христа в жидком состоянии, она пропитывается тело Христово, и таким образом причащаются причастники среды и пятницы. Поэтому невозможно частички, если вынимаются, то их невозможно пустить в кровь, таким образом невозможно омыть грехи тех, кто упоминается в течение всего Великого поста, на буднях в седмице. Да, и обратите внимание, те, кто вдруг соберется причаститься на следующей неделе, то есть за неделю до Великого поста, как раз вот наоборот в среду, в пятницу, в следующей литургии не будут. Да, на Масленице мы можем причащаться во все дни, кроме среды и пятницы. Там литургии уже не служатся в среду и пятницу, это тоже входит в одну из подготовительных частей перед Великим постом, и там уже читается молитва Ефрема Сирина, которая будет читаться потом каждый день, на каждой службе много раз. Как тренировка такая, да, у нас будет? Как напоминание. И еще вот о моменте смерти. С момента смерти, то есть время существует только для нас, для земных жителей, наверное, там уже за гранью времени нет, у вечности. Вот означает еще разочек третий, девятый день, когда упоминают, да, сороковой день, что они означают? Ну, действительно, Господь дал время только для того, чтобы мы могли измениться. Когда мы переходим через смерть, мы уже измениться сами не можем, то есть своими силами, своим желанием, своими какой-то целеустремленностью мы себя изменить уже не можем. После смерти мы можем измениться только по молитвам церкви, родственников, близких, знакомых и по милосердию Божьему. И вот третий день, когда душа выходит из тела, она еще находится в этом мире и как бы прощается с ним, посещает все те места, которые ей близки, в которых она проводила много дней своей жизни. Может быть, храмы, может быть, какие-то монастыри, может быть, еще что-то такое светлое, духовное. А может быть, и кто-то казино, кто-то там, не знаю, посещал. Может, чем жил человек, да? Да, какие-то пьянства или еще что-то такое. Это будет уже такой последний прощальный заход души в эти все достопамятные, скажем так, места для нее перед полным разлучением с ними. То есть на третий день душа забирается из этого мира и здесь уже душа уже начинает скорбеть, если она не готовилась к этому переходу. То есть она уже сейчас, вот в эти три дня, посещая все свои места, близких, родных, знакомых и какие-то близкие места и значимые, она уже с ними прощается навсегда. И это уже начало мучений для греховной души, которая не стремится к Богу, а стремится здесь остаться. То есть для нее это просто вот такое ножом по сердцу, что называется, отсечение всего того, что она любила. То есть единственное вообще, да, счастье, упокоение человека – это когда Бог. А когда человек и здесь не хочет к Богу, да, то для него там получается мучение. Ну, посмотрите, почему Адам с Евой были изгнаны из рая. Потому что они про Бога забыли вообще. То есть они настолько были увлечены райскими кущами и красотами, и вкусностями, и прочими интересными моментами рая, что про Бога они забыли и настолько были увлечены, что даже забыли, что надо соблюдать единственный заповедь. Не вкушать от одного дерева. Там было тысячи, если не миллионы различных фруктов, овощей и деревьев красивейших. И лишь одно дерево Господь сказал, вот с него не берите плодов. Ну, что таким образом они свою любовь Господь, да, проявили? Да, таким образом они показывали, что вот ради любви к Богу это дерево я буду обходить стороной. И таким образом этого было достаточно для того, что Господь видит, что да, они верят, они слушаются Его, и они любят Его. А как только они нарушили эту единственную просьбу, единственную заповедь Божию, произошел крах всего человечества, и они были изгнаны из рая. Да, начали прятаться, сами убегать от Бога. Совесть начала обличать, они изменили свое естество, то есть через грех естество стало грешным, они сразу увидели свою наготу, то есть они потеряли тот благодатный облик и покрытие телес светом божественной славы, которое было до грехопадения, они вдруг стали голыми. Поэтому пришлось что-то там выдумывать, как-то прятаться, что-то делать такое, что раньше они даже и подумать не могли. То есть насколько изменился образ мыслей сразу же после греха. Об этом надо задуматься всякому стоящему на распутии, согрешить, не согрешить. Совершенно четко, ясно понимаете, что грех имеет последствия не только материальные, но и духовные последствия. То есть материально, но человек, грубо говоря, украл. Да, но если никто не узнает, то вроде как бы и пронесло, и вроде там ничего. Но если человек украл, он еще внутри себя разрушается, и внутри он теряет благодать Божию, и вот здесь уже не принесет точно. То есть здесь будет воздаяние сразу же по грехопадению, сразу же благодать от человека отходит, и на душе становится очень плохо такого человека, и совесть начинает его грызть изнутри всю жизнь до того момента, пока он каким-либо образом не искупит свой грех. Или на исповеди, покаянии, или с добрыми делами, или еще чем-либо. То есть это надо учитывать. Да, и для человека, наверное, такой звоночек, если каждый остановится и задумается. Вот если прямо сейчас Господь с ним встретится, нужен ли он ему, да? Если он не нужен, значит, что-то с нами не так. А нужен ли мне Бог? Вот если каждый сам себе задаст этот вопрос, он увидит, что да вроде бы как и не нужен, вроде как и так все хорошо, все замечательно. Некоторые говорят, да что я буду Бога тревожить. По пустякам. По пустякам, да, у него и так много дел. Но такие вот глупости говорят люди, которые даже не осознают, что мы без Бога даже дышать не можем. То есть дыхание наше, естественное дыхание, которое мы не замечаем, даже оно дается нам Господом, Его благодатью, Его силой, которая нам передается Духом Святым. Если этого не будет, то вот этой благодати, то мы даже дышать не сможем. Уж тем более какие-то более сложные просьбы или благодарения, или прославления Господа. То есть общение с Богом – это естественно как дыхание, да? Должно быть у каждого человека. Кроме того, любовь к Богу и желание Его обрести, Богообщение с Ним обрести – это одно из естественных желаний человеческой души в здравии, находящейся. Потому что душа человеческая, она предуготована для райского блаженства, а не для жизни в этом плотском мире с его различными греховными, так сказать, пристрастиями, с различными моментами нарушенной природы, и живой, и неживой природы. То есть тот самый хаос, те самые катастрофы, разрушения, смерти, болезни и прочие катаклизмы. Это всё не должно этого быть. И человеческая душа, когда с этим сталкивается, она как бы съёживается, она понимает, что что-то не так. Я вот не способна жить в таком мире. И поэтому все мы так или иначе ощущаем, что вот как-то мир не очень мне этот нравится. Вроде всё хорошо, но до определённого момента. А потом раз, и всё, что-то плохо становится. Так вот это состояние души, когда она чувствует, что этот мир не идеален, и значит, он не для неё создан, а идеальный мир – это как раз рай, царство небесное, это как раз есть отправная точка для размышления души человеческой, что а как найти вот этот идеальный мир, для которого она как раз и создана. И здесь только через любовь Божию мы можем к этому прийти, потому что, ну, представьте, вот мы пристали на страшном суде. Ведь мы там ведь увидим Бога. Там уже не надо будет верить или не верить, ждать или не ждать, надеяться, не надеяться, молиться, не молиться. Ничего уже не надо будет. Это будет данность. Вот я, вот Бог. Ну, как вот сейчас солнце есть, никто же не сомневается в том, что солнышко есть. То есть вера там не нужна будет. Уже ни вера не нужна, ни надежда не нужна, ни терпения, ничего не нужно. Там будет, потому что всё это уже будет… Будет явно данность, как реальность новой жизни, совершенно другая реальность, не такая, как здесь. Если здесь Господь от нас сокрыт, Он не навязывается никому. И тот, кто хочет, тому Он открывается. А кто не хочет, от того Он держится, так сказать, на отдалении, но всё равно Ему помогает. Но и не навязывается Ему. Почему? Потому что каждому дана свобода выбора, свобода воли. И её Господь тоже не нарушает. Поэтому здесь мы вот в таком вольготном состоянии находимся. Там это всё уже прекращается, и там вот есть так, как есть. Вот тебе рай, вот тебе ад. Вот тебе сатана, вот тебе Господь. Вот тебе люди спасающиеся, вот тебе люди, которые погибают. То есть серединки не будет. То есть вот области между раем и адом какой-то, где можно кому-то там поместиться, такого не будет. Как между светом и тьмой. Нету серединки. Либо свет, либо тьма, понимаете? Либо белые, либо чёрные. Серого там нет. И здесь как раз в этом мире это хорошо, потому что есть, по крайней мере, возможность подумать. То есть не сразу человек может определиться, где он в свете хочет жить, или в тьме. То есть вот эта область между светом и тьмой, здесь она в какой-то степени присутствует. Там её уже нет. А тело наше как орудие, да? Ну, а то, что мы живём телесной жизнью, мы, во-первых, также исполняем закон Божий, потому что Господь нас так создал. Да, с телом, с двумя руками, с двумя ногами. То есть не как там в фантастических различных романах пишут, какие там только не бывают сущности. Нет, вот в мире сделан Господь так, как это мы всё знаем и видим. Другого нет, не дано. И это тело, оно создано именно таким, чтобы нам служить ко спасению, а не к погибели. Другое дело, что мы сами можем любое орудие, ну, будь то лопата, или скальпель, или там, не знаю, какие-то другие орудия производства человека, которые способны как помочь, как спасти жизнь человеку, так и убить. Так же и тело. Мы можем его направлять как к спасению своей души, так и к погибели. Да, мы-то сами реальны, мы находимся внутри, да? А здесь мы просто захочем в левую, в левую повернём руку, захотим вправо, захотим, пойдём в левую, захотим, пойдём вправо. То есть тело как орудие наше, да? Да, это орудие, которое нам пока подчиняется. И здесь оно орудие, которое помогает нам жить, которое нам даёт возможность спасти душу. А вот после смерти, после страшного суда, будет дано тело как орудие или наказание, потому что если человек погибающий идёт в ад, ему даётся такое тело, которое само по себе уже будет являться наказанием для души. То есть само существование души в этом теле будет омерзительно. Либо как награда, когда тело будет светлым, подобно ангелам, и уже нахождение души в таком теле уже само по себе это будет уже наградой. Причём оно будет целым, здоровым, да? То есть уже есть люди, которые инвалиды, например. То есть оно будет нетленное, оно будет не подвержено никаким страстям, никаким стихиям, никаким болезням, ни старению, ни умиранию тем более не будет подвержено. То есть это будет подобно ангельскому житию тела совершенно другого естества. У нас есть звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотела спросить. В пост читается молитва преподобного Ефрема Сирина. Когда её начинать читать дома и как? Спаси Господи. Спаси Господи за вопрос. Только что вот мы, да. Как раз про Ефрема Сирина упомянули. Есть действительно такая молитва, которая читается раз в году в течение Великого Поста. И начинаем мы её читать на Масленичной Седмице в среду и пятницу в храмах уже она читается. А дальше, после Прощенного Воскресения, мы уже читаем её каждый день до Пасхи. Там уже каждый день по много раз и на утренней службе, и на вечерней службе она повторяется. Причём по много раз повторяется. И ещё и поклончики кладутся. То есть мы помним, что она состоит как бы из трёх частей молитвы. И на каждой части это вот земной поклон делается. А дома утром, да, и вечером? В утренней молитве и вечерней молитве её можно применять. И также с поклончиками по силам, кто сколько может положить, столько можно. А в храме мы по 16 поклонов вводим. То есть после каждого упрошения там сначала. Из них три первой части молитвы с земным поклоном читается. А дальше просто 12 поклонов поясных с молитвой Божией очистимя грешного. И последний раз читается молитва полностью Ефрема Исейна, опять же с земным поклоном. Ну вообще, кто придёт, конечно, так интересно, такая тишина, и вот все молятся. Стоит, наверное, людям прийти. Особенно атмосфера, конечно. То есть мы не зря говорим, что подготовка, она занимает три недели к Великому посту. Это действительно другое измерение, другое молитвенное состояние души. Другие молитвы, другие чтения, другие, так сказать, каноны богослужебные используются. Всё другое. И за этим другим совсем другое устроение духовной атмосферы в храме, которое очень редко раз в году, всего 40 дней. И поэтому я всем советую побывать, ощутить, воцерковиться. И именно с этой духовной атмосферой сродниться. Для того, чтобы вы могли ещё одну частичку своей души раскрыть внутри себя, потому что это совершенно новое состояние, новые ощущения, и новые открытия внутренней жизни духовной. Да, и раньше, в старые времена, прям строго все Великий пост посещали храм. Даже там в течение года, может быть, и прогуливали. Конечно. Была же наша страна православной империей. И, естественно, Великий пост. Все должны были обязательно исповедоваться, причаститься. Это было строго. Это учитывалось прям священниками. Были специальные книги причастников, в которых вписывались, что такие-то, такие-то и причастились. И если из приписных к храму или к монастырю деревень кто-то не приходил, не причащался, то священник узнавал, что болеет, не болеет, умер, не умер. Ну, это, наверное, уже, конечно, слишком. Но вот такие книги сохранились, и у нас в монастыре в том числе такая книжка есть. Под кнутом тоже. Конечно же. Но это была такая идеологическая конструкция, с помощью которой наше государство на тот момент содержало идеологии государства. То есть как было распознать благонадежных от неблагонадежных. Вот так веруешь, исповедуешься, причащаешься. Это, конечно же, очень, так сказать, поверхностный подход, но, тем не менее, вот он работал. Послушаем, еще звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Галина. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот такой у меня вопрос. У меня у очень близкой подруги муж на СВО, и она очень тяжело переживает все эти события. Скажите, пожалуйста, как я могу ей помочь вот в этой ситуации? Как ее поддержать? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, это такое испытание веры, и это подвиг, который несет человек, вот этот муж вашей подруги. И ему, конечно же, нужна молитвенная помощь. Чем больше за нее будет молиться, тем ему будет легче и проще проходить свой, вот, так сказать, военный долг. Исполнять на СВО. Как молиться? Дома можно читать, ну, например, Акафис Николаю Годнику, который защитником является в том числе и для военнослужащих. Можно и нужно подать, там, на полгода, на год сорока уст о здравии мужа в монастырях или где-то в храмах. То есть, чтобы частички вынимались, чтобы молились в храмах и монастырях за него, чем больше вы подадите, тем лучше. И самой этой жене, этого военнослужащего, надо обязательно ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, потому что он на душе легче станет. Так как любое событие, связанное с напряжением сил физических и духовных, оно, естественно, требует восполнения этих сил, а причастие, оно как раз для этого и служит, для восполнения духовных сил. И ей это ничем не заменить, то есть только причастием. Она сама это ощутит, ей сама и станет легче и спокойнее на душе после причастия. Поэтому посоветуйте ей, помогите ей прийти на исповедь, причастие, ей станет легче. У нас сегодня очень быстрое время бежит, мы еще до евангельского отрыва к вам не дошли. Чтобы закончить тему, вот мы с вами сказали, что третий день по упокоению означает, коротко так, девятый и сороковой день что они означают? Девятый день – это как раз окончание прохождения мытарств. И душа на девятый день предстает пред Богом. И ей Господь уже повелевает показать обители того духовного мира. И до сорокового дня она поклон кладет Господу, престолу, и ее ангелы вводят по всем обителям небесным, и в том числе и адским обителям, показывают устроение того мира. Знакомят душу умершего с тем миром, вводят ее как бы в этот мир. И на сороковой день после знакомства со всеми этими обителями, опять же, ангелы представляют душу престолу Божию, и Господь повелевает, где эта душа будет находиться уже до страшного суда. То есть ее место и назначается на сороковой день, что она заслужила. А почему не сразу определить, а кончать научить? Дело в том, что люди, живущие в этом мире, они очень много делают таких дел, которые не заканчиваются с их скончиной. Например, человек написал книгу, хорошую книгу, молитвослов или какие-нибудь поучения к Евангелию. И эту книгу будет читать еще много-много поколений людей и через нее спасаться. И итоги этого доброго дела, они будут подведены на страшном суде. Во время кончины еще неполные будут итоги его делания. А может быть, кто-то еще и отмолит из родственников? Плюс, да, плюс. Мы здесь же учитываем, что в течение всего срока от кончины до страшного суда за умершего молятся родственники, близкие, знакомые. А если таковых нет, то церковь молится за всех усопших православных христиан. Сколько будет эта молитва продолжаться, сколько до конца света мы еще, никто об этом не знает. И поэтому, чем дольше не будет конца света, тем больше молитв будет вознесено о всех усопших церковью. И здесь как раз тоже это будет положено на весы правосудия Божьего, на страшном суде. И может быть, этими молитвами церкви за всех умерших как раз эти души, которые достойны, будут спасены. У нас еще звонок есть. Послушаем. Послушаем, да. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела узнать, почему в канонах, когда их читают, нет второй песни. После первой идет сразу третья. Спасибо за ответ. Спасибо, Господи, за вопрос. Но такого конкретного ответа на этот вопрос нет. Меня тоже это интересовало. И в точности такого никто не может сказать по той или иной причине. Мы знаем, что так было установлено, и это церковное установление, оно исполняется с начала, можно сказать, создания канонов. Поэтому точно ответить вам вряд ли кто-то сможет. В канонах по великим постам, наверное, который идет, канон Андрея Крискова. Там, по-моему, только есть вторая песня. Ну, да, в Андрея Крискова она есть, но во всех других канонах нет. Поэтому, ну, может быть, потому что она такая вот покаянная часть, именно вторая песня, покаянная, особо покаянная. Поэтому ее вне Великого Поста и не читают. Предлагаю прочитать нам отрывок из Евангелия о страшном суде. Это Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31-46, пожалуйста. Послушаем Евангелие. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правой сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, накормили, или жаждущим, и напоили. Когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, и одели. Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Итак, мы видим окончание всего мира, всего существования здесь. Приходит Господь, как в откровении написано, при звуках трубы Господь придет. И как Господь сказал, что только Бог Отец знает, то есть этот день придет внезапно, то есть для нас это неожиданно все будет. Действительно, о дне том и часе, в Евангелии мы читаем слова Господа Иисуса Христа, никто не знает, ни люди, ни Сын Человеческий, только Отец. Бог Отец только об этом знает. И этот день может как приблизиться к нам, так и отдалиться в зависимости от тех дел, которые мы в этом мире творим. Дело в том, что Господь, Он не сделал этот мир, вот как часы, которые заведены на 12 часов ночи, например, и все. Значит, пробило 12 ночи, все, конец света. Нет. Эта грань конца света, она может отодвигаться в зависимости от того, как человечество себя ведет. И если в этом мире еще есть спасающиеся, в этом мире есть еще верующие и творящие волю Божию, то эта грань конца света отодвигается, дабы дать возможность этим людям прожить свою жизнь и спастись. И наоборот, если уже спасающихся не будет в этом мире, то как бы весь мир хорошо не жил в плане комфортности, придет конец света, потому что нет верующих и слушающихся Бога. Все живут только для себя, только для своих прихотей и похотей, а о Боге все забыли, и значит, смысл этого мира, он заканчивается. То есть, как в другом месте Евангелие сказал Господь, если дерево не приносит плодов, то его срубают и бросают в огонь. Так и мир, если он не приносит Господу душ спасающихся, зачем ему дальнейшее существование? Здесь аналогии полные. Поэтому будем стараться спасаться, помогать другим спасаться, молиться за других и таким образом отодвигать конец света. Все собираются люди, все живущие, все мертвые воскресают из могил, все собираются на суд Божий. Это картина, которая должна быть перед глазами у каждого из людей. И обычно в храмах, где они расписаны, сохранились росписи, там на западной стене обычно написана иконочка Страшного Суда, чтобы человек, который помолился, причастился, стоя к алтарю Божьему, поворачиваясь, выходит из храма, он видит эту икону Страшного Суда и помнит о том, что рано или поздно там он будет. И события, конечно же, такого глобального масштаба, где воскреснут все умершие, где те, кто будут жить на тот момент на земле, тоже изменятся, потому что они уже не смогут умирать, то есть смерть будет отнята у живущих на момент пришествия Господа. И предвещением его прихода будут ангельские глаз и трубы архангелов, которые возвестят всему миру о конце света. И будет знамение на небе, мы также читаем это все... – С востока до запада. – Как молния с востока до запада будет пришествие Сына Человеческого. А знамение – это крест будет на небе, также предшествовать пришествию Христову. И все увидят Господа, грядущего на облаках, в сопровождении ангельских чинов, в славе Его. Потому что первое пришествие Господа было в смирении, то есть в человеческом облике Господь не показывал той славы, которую Он имеет у Бога Отца. Единственное, кто ее видел, это три избранных апостола, которых на фаворе Господь поразил своим видом, преобразившись перед ними. Все остальные не видели этого ничего. А здесь Его славу увидят все. И как апостолы на фаворе попадали на взниче от этой славы, то есть они не могли смотреть на эту славу, настолько свет исходил от Бога яркий, фаворский, так его называют фаворский свет, живой свет, нетварный свет, так и во Второе пришествие этот свет коснется всех без исключения людей. И как на солнечном свету видны всякие изъяны и нечистоты на том или иной поверхности, на том или ином творении Божьем, мы при ярком освещении видим каждое пятнышко грязи. Так каждый человек в этом свете Божественной славы увидит свою нечистоту и неподготовленность. Будут все мысли видны. Будут видны все желания, все мысли, все слова, либо все вспомнится сразу же. Это так мы сейчас забываем. Да, вроде ничего и не было. Помним только, что произошло, может, там пять минут назад. А там вспомнится все без исключения до каждой секунды жизни на Земле человеческой жизни. И это будет тем страшнее для тех людей, которые не готовились к встрече с Богом, что они ужаснутся от состояния своей души, от той нечистоты, в которой она находится. И в сравнении с благостью и светом Божиим это будет выглядеть еще более ужасно. И от этого тоже будет страшно грешникам. И этот ужас, он будет подобен ужасу бесов, которые также в своей нечистоте будут низвергнуты в ад. И наоборот, те люди, которые готовились к пришествию Христову, к страшному суду, они увидят, ну, как все, естественно, грешные, но они увидят, что их души все-таки светятся верою, надеждою и какими-то другими добрыми делами, которые они все-таки насобирали своей души за время земной жизни. И этот свет в их душах будет их воодушевлять и даст не впасть в тот ужас, в котором будут пребывать грешники. И Господь, наверное, вот эти минимальные дела, за которыми можно спастись, перечисляет как раз и праведникам сначала, потом грешникам, да, и балкал я, вы дали мне есть, да, жаждал, напоили меня. То есть Господь перечисляет дела, вот там кто стакан даже воды принес, да, то есть кто посетил больного. А у грешников даже ни одного из этих дел не нашлось, получается, те, которые не спасутся. Ну вот да, если последнюю фразу, да, Евангелие прочесть еще раз, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. Хотя бы одному сделать бы доброе дело, не говорю там уже о десятках, сотнях или тысячах, да, добрых дел, которые бы, конечно же, хотелось бы, чтобы мы сделали, или Господь хочет этого. Но Он говорит, ну хотя бы одному сделайте что-то доброе, чтобы хоть за что-то вас наградить. Если же вы не хотите добра делать близким, родным, знакомым, если вы даже обо мне думать не хотите, о Боге, ведь многие люди говорят, о чем мне о Боге думать, я и так хорошо живу, с чего мы начали эту передачу. То есть если вы даже думать обо мне не хотите, то как я вас возьму к себе в Царство Небесное? В моем Царстве ничего нечистого не может быть, и уж тем более не может там жить тот человек, который меня ненавидит и не хочет обо мне, не то что смотреть на меня, слышать обо мне даже не хочет, знать обо мне ничего не хочет. Конечно же, отторжением от Бога душа отторгается и от Царства Небесного, и от рая. Это естественный процесс. Ну как, куда тьма исчезает, когда свет включается? Она раз, и куда-то испаряется, если так в простоте. То же самое и здесь. Грешники не смогут жить в свете божественной славы, потому что они ненавидят этот свет, и для них это будет смерти подобно находиться в этом свете. Поэтому они пойдут в тьму кромешную, где им будет лучше, чем в свете божественной славы. Кроме того, даже Господь уточняет, что огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. То есть Господь говорит, что вам уготованный, что это вообще не должно было бы вам принадлежать. Изначально ад был создан лишь для падших ангелов. Для людей Господь ад не создавал. Но так как люди последовали за падшими ангелами, часть людей последовала за ними, и уподобилась бесам в своих поступках, в своих делах, в своей ненависти к Богу и нелюбви к ближнему, то, конечно же, они стали подобны падшим ангелам и пойдут к ним. Как и наоборот, те люди, которые восхотели идти за Господом, они уподобились ангелам его, Божьим ангелам, и поэтому будут вместе с ангелами сосуществовать в вечности. Почему такое сравнение овцы и козлища? Ну, знаете, как в поговорке, как с козла молока. Какой толк от козлов? Они, мало того, что запах от них такой, что приблизиться трудно. То есть они очень сильно пахнущие животные. И в этом плане тоже какой-то такой образ Господь показывает нам, что каждый грешник, он так же смердит, что к нему даже приблизиться трудно из-за вот этого смердящего запаха грехов его в духовном смысле слова. Кроме того, овцы, они послушны пастыре, козлища не послушны пастыре. Овцы, они дают пользу для пастыре, то есть они отдают свою шерсть, их стригут, из нее делают одежду. Они дают молоко, они рожают ягнят. Различаем в этом мире два состояния человечества. Та часть человечества, которая слушается Бога, как овцы, идет за его голосом, исполняет его заповеди и приносит какие-то добрые дела, она подобна овцам. Даже Господь сам себя агнцем называет. Господь и агнцем сам себя называет, и нас берет на плечи как агнцев и возносит пред престолом Божиим, чтобы нам подняться на небо вместе с ним, так как он вочеловечился, то есть он принял наше тело, человеческое тело, чтобы его вознести к престолу Божьему. И вместе с этим человеческим телом, естеством человеческим и душой человеческой также возносится каждый из нас, из верующих, конечно же, в Господа. Те же, кто отрицают это и не хотят этого, ну, как их вознести туда? Никак не получится. Поэтому здесь мы видим вот такую аналогию с пользой и с доброделанием у овец и бесполезностью у козлища. И сама даже сторона правая и левая, то есть разделение такое идет. Ну да. «Правая» от слова «прав», да, и «правда», и «правильность». То есть мы здесь много однокоренных слов можем назвать, которые также говорят, что эта сторона, она является богоугодной. А левая сторона, она совершенно не используется в каких-либо хороших таких или описаниях, или творениях святых отцов. То есть левая сторона, она всегда используется для показа неправоты и непослушания Богу. Кроме того, мы знаем, что при крещении с правой стороны именно стоит ангел-хранитель после крещения человека, а с левой стороны это место для беса, который, собственно, и нашептывает с левой стороны человеку различные нечистые желания и помыслы, и таким образом пытается его соблазнить и ввести в ад. Поэтому, говорится, «дунь-плюнь» вот эти вот… Ну, «дуньте-плюньте» – да, это вот как раз оно также в чин входит крещение, то есть мы поворачиваемся на запад и дуем и плюем на сатану в знак того, что мы от него отрекаемся. Ну, и к делам вернемся, да, которые Господь вот нам, да, говорит, чтобы и балкалки дали мне есть, жажду, напоили меня, был странником, приняли меня, был накадили меня, был болен, посетили меня в темнице, пришли ко мне. Ведь здесь Господь у нас много-то не требует, да, Он не говорит там, что кто исцелил меня или там освободился в темнице, да, то есть хотя бы посетить. Ну, Господь знает наше немощное естество, и мы никого исцелить не можем, мы никого, так сказать, в той или иной степени не можем изменить в лучшую сторону без помощи Божией. Поэтому Он говорит, ну, вы хотя бы посетите, хотя бы приложите то, что от вас зависит, а дальше уже я сам буду через вас помогать. И сколько таких чудес мы знаем, сотворенных через угодников Божиих, через святых, к которым приходили люди со своими проблемами, эти святые угодники молились или посещали больных, эти святые угодники, и через их прикосновения, через их молитву, через их добрые слова изменялась ситуация в том или ином случае жизненном у того или иного человека. Конечно же, это явное присутствие Божие. Сам Господь говорит, там, где двое или трое собраны, во имя Мое, там Я среди них. Поэтому, как только верующий человек приходит к страждущему в той или иной ситуации, то вместе с ним приходит Господь. У нас осталось не очень много времени, всего три минутки. Вот, пожалуйста, Вам такое заключительное слово ко всей передаче. Какие мы можем творить добрые дела? Самое простое доброе дело это хотя бы следить за своим языком. Никого не осуждать, никому не досаждать, слова Серафима Саровского. Стараться говорить добрые слова побольше или молчать побольше, что тоже золото. И здесь мы, таким образом, сдержав самый сложный из членов человеческого тела язык, мы уже научимся хоть как-то контролировать свои страсти и привычки дурные. А если мы это сможем сделать, то мы сможем контролировать и все остальные дела человеческие. Поэтому начните с малого, с языка. Да, и не забывать нам, что все мы будем на страшном суде. И дадим ответ за каждое праздно сказанное слово. А вот вообще потом у всех состояние будут одинаковые, например, те, кто спасутся? Нет, конечно. Так как каждый свою меру любви приносит Господу, мы даже в Евангелии считаем, кто-то на 30, кто-то на 60, кто-то на 100 послужит Господу, да, ну, мученики, они 100% отдали Богу из любви к Нему, то есть они умерли из-за Него. А кто-то там преподобный, они на 60, потому что они отреклись от мира и жили ради Господа. Ну, а миряне, они на 30, потому что они все равно служили Богу. Поэтому в зависимости от, знаете, как в зависимости от вклада получишь и дивиденды, так и здесь. В зависимости от трудов Господь даст вам то, что вы заслужили. И чем больше человек жертвует во имя Божие, тем больше старицу восприемлет. Да. Ну, благодарим, что вы к нам сегодня приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова